Привет, мистер Пудинг, я Такер Карлсон, очень популярный американец джополист. Да, я знаю, мы же поэтому вас и пригласили. Можете говорить по-русски, я все понимаю. Спасибо. Такой вопрос, почему вы напали на Украину? Давайте сразу обозначим. У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор? У нас с вами проплаченное интервью. Ну, значит, серьезный разговор. Послушайте, ваш вопрос очень тонкий и противный. Давайте так, у вас же базовое образование историческое? Я ж... Ну, давайте тогда базарить про историю. Я позволю себе, ну, просто вот 30 секунд или одну минуту, максимум полдня, маленькую историческую справку. А справка у меня, кстати, имеется. Дим, дай-ка. Вот, пожалуйста, от психиатра. У вас, кстати, акваланг, маска, ласты при себе. А акваланг? Да, я просто сейчас хочу максимально глубоко нырнуть в историю. Украина ведь исторически никогда не существовала. Это искусственно созданное государство, которое создал Сталин по приказу Ленина с подачи австрийского генерального штаба. Вы знаете, я не буду вдаваться в детали, но это все документально зафиксировано. У меня есть письма Богдана Хмельницкого, которые он лично передавал Сталину через австрийский генштаб. Вы зря смеетесь. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, Дим, дай-ка. Вот, пожалуйста, здесь копии писем Хмельницкого. Копии? Копии, конечно. Оригиналы Богдан тогда еще оставил себе. А нам вот отксерил их и передал по факту. В смысле, по факту передал уже нам. Я вам их оставлю на памятник добрый. Ой, на добрую память. Почитайте, они все переведены на русский. На русский? А с какого они переведены языка? Ну, с украинского, наверное. С какого же еще? Экскюзми, а откуда взялся украинский язык, если вы утверждаете, что Украины тогда не существовало? Послушайте, ну, во-первых, это было в 1643-58, по-моему, году. Во-вторых, всем же все понятно. Это же был вымышленный язык. И хорошо, что у нас в то время были вымышленные переводчики, которые при помощи русского вымышленного словаря смогли это все перевести. Окей, мистер Пудель, вы все-таки не ответили на мой вопрос. Почему вы напали на Украину? Сейчас скажу. Ну, чтобы закончить предыдущий вопрос... Но, но, меня интересует этот. Послушай, Крекер. Такер. Тем более. Помолчи своим фейсом, Аптейбл. Так вот, вы спрашиваете, почему началась Вторая мировая война, да? Да, я это не спрашивал. А я вам отвечу. У вас есть с собой кирка, лом и саперная лопатка? Зачем? Я просто хочу копнуть глубже в недра истории. Так вот, что касается Второй мировой войны в целом, то это же Польша вынудила Гитлера на нее напасть. Всем же все понятно. Ведь вспомните, в 1939 году Гитлер неоднократно упрашивал Польшу мирно отдать Германии свои территории. Ну, так сказать, сделать жест доброй Польши. А эти жадные поляки, представляете, отказались. Кто тут виноват? Ну, точно не Гитлер. Он тут как раз жертва обстоятельств. Потому что Польша была несговорчива. И он начал против нее войну. Такая же история и с Украиной. Она тоже была несговорчива. И поэтому Гитлеру, ой, в смысле, мне тоже ничего не оставалось, кроме как начать спецоперацию. Точнее, это даже не я. Это все Шойгу, Герасимов, где боеприпасимов. Ведь история циклична. Более того, она повторяется. Вспомните хотя бы ледниковый период. Почему вымерли мамонты? Есть же официальные документы с тех времен. Дим, дай-ка кусок скалы. Ага. Вот, пожалуйста. Тут все твердым, по-мягкому нацарапано. Вымерли, потому что они тоже были несговорчивы. Они категорически не приемлили холод, понимаете? И холоду ничего не оставалось, как на них напасть. Вот такая произошла напасть. Конкретный пример приведу вам. Сейчас, секундочку. Конкретный пример. Кучка оставшихся мамонтов попали в окружение к холоду. И холод им кричит. Шансов нет. Сдавайтесь. И вдруг оттуда, на русском хорошем языке, кто-то кричит. Мамонты не сдаются. Вы зря смеетесь. Они в итоге вымерли. Я вам больше скажу. Этот холод спустя много лет внезапно напал на жителей Подмосковья. Но они, в отличие от мамонтов, оказались куда сговорчивы. Им сказали, идите в задницу, грейтесь вон во дворе возле бочек с костром. И они послушались. И в итоге выжили. А все почему? Потому что поступили как стадо. Ой, как надо. Окей, мистер Пупсик. I want маленький тайм-аут. Где у вас тут туалет? А я вам отвечу. У вас, кстати, есть с собой чемодан и газетка? No. Дим, дай-ка... No, no. Мне не нужен чемодан. Именно туалет. А, гендерно-нейтральный, что ли? Ну, по коридору налево выйдешь на улицу и... А, и там уже спросить? Нет, и там уже сходить. Где найдешь. Тебе по-большому или по-маленькому? No, меня просто уже немного подташнивает от ваших историй. Я пойду. Подождите, я же еще не рассказал про Рюриковичей, отца Зеленского и Венгров-цилиндры. Давайте уже во второй части. Ладно. Ну, значит, ждите вторую часть.